Сколько раз вы ощущали, что вы тратите время в пустую, и вам не стоит его терять? Да? Хорошо? Много раз. Хорошо. Это значит, что вы растёте. Вы очень удачливы. Смотрите, если вы чувствуете, что теряете время, и затем снова и снова решаете внутри себя, «Я не хочу терять время», это означает, что вы становитесь всё более и более осознанным. Это первое. С другой стороны, это также означает, что вы не воспринимаете жизнь серьёзно. Не правда ли? Вы теряете время, потому что не воспринимаете жизнь серьёзно. Итак, стоит ли вам относиться к жизни чуть более серьёзнее? Нет. Но тогда вы будете терять время. И в конце вы скажете, «О, Боже, я потерял всё своё время». Итак, следует говорить обе вещи. Следует воспринимать жизнь серьёзной. Так? Если вы не воспринимаете жизнь серьёзной, вы будете терять время. Вы же чувствуете это, не так ли? Много раз вы говорили, «Я не хочу терять время». Ощущали это? Чувствовали подобное, да? Это хорошо. Когда вы говорите, «Я более не хочу терять время», на все эти неважные вещи, это означает, что вы ищете что-то большее. Ваше видение расширяется. Вы берёте больше обязательств для чего-то большего. Или хотите что-либо сделать. Так? И значит, вы уже потратили достаточное количество времени. Правильно? Поэтому огоритесь назад и посмотрите, сколько времени вы уже потратили впустую на незначительные и неважные вещи в жизни. Просто представьте, что вы сидите на берегу реки, а жизнь подобна реке. Ваши стопы отпущены в воду. Ваши стопы в реке. И вы наблюдаете за потоком реки. Время движется. И оно принесло вам хорошие вещи. И не очень хорошие вещи вместе с этим потоком. Не так ли? Иногда вы запрыгивали в воду. Иногда вода покрывала ваш нос. И всё же каким-то образом вы справлялись. Время помогло вам плыть в сложные времена. И в благоприятные времена. И вы прибыли к берегу. И до тех пор, пока вы не забыли, что есть берег, за которым можно держаться, где бы вы ни находились, вполне нормально играть в воде, туда и там. Но если течение слишком сильное, или случился потоп, да и есть шторм, тогда ведь нет смысла быть там. Не так ли? Что вам следует делать? Плыть к берегу? Правильно. Забраться на берег, когда течение слишком сильное. Подобным образом и в жизни иногда мы должны играть. Нет смысла просто смотреть на жизнь всё время, сидя на берегу реки, когда жарко, а вода такая прохладная и приятная. И вам так жарко, вы потеете. И прямо перед вами прекрасная прохладная вода. Нет смысла сидеть с опущенными стопами. Вам захочется прыгнуть и почувствовать. В жизни так же. Иногда мы должны быть в этом на 100%. Быть со временем на 100%. А иногда нам следует сидеть на берегу и наблюдать за течением. Это разум, умение различать. Так что в жизни, где нужно быть игривым, и где нам нужно быть серьёзным? Если вы воспринимаете жизнь слишком серьёзной, я скажу вам, ну же, не будь таким серьёзным. Расслабься, относись к жизни проще. Потому что, когда вы слишком серьёзны в мирских вещах, вы тонете. Вы так расстраиваетесь. В этот момент я бы сказал, ну же, посмотри. Жизнь, подобная игре. Различные вещи приходят и уходят. Неудачи случаются. А когда вы провалились в чём-то, или когда вы чувствуете, что потерпели неудачу в чём-то, тогда следует воспринимать жизнь подобной игре. Когда вам кажется, что вы преуспели, достигли чего-то, и даже тогда следует видеть это как маленькую незначительную вещь. Не нужно тратить время, да? Когда вы терпите неудачу, не воспринимайте это серьёзно. А когда вы преуспеваете, не воспринимайте это серьёзно. Не тратьте время на достижение этого. Довольно запутанно, так? Так же сложно воплотить в жизнь, да? Вы чего-то достигли. Ну и что? Не следует тратить время на достижение этого, так как это малозначительно. Ваш потенциал настолько большой, а вы достигли чего-то маленького, и затем бьёте в барабан всё время. Следует воспринимать жизнь серьёзно. А когда вы терпите неудачу, не воспринимайте её серьёзной. Это игра. Это ещё одна игра, хорошо? И двигайтесь дальше, как вам? Будете ли вы воспринимать это серьёзным, лучше? Первое. Похлопайте себя по плечу за предстоящий год. Я столько раз решал, что я теряю слишком много времени. Понимаете? Так много людей теряют времени, осознавая, что они это делают. По меньшей мере, вы сделали этот самый первый шаг в том, что вы потеряли слишком много времени. Правильно? Стоит ли наградить вас за это? Что вы осознаёте время? Верно? И затем следующий шаг следует сделать в направлении того, что стоит воспринимать жизнь непроще. Сейчас вы все поёте, танцуете такое блаженство. Назвали бы вы это потерей времени? Нет. Почему? Потому что вы играете, вы в потоке, не так ли? И сейчас жизнь переносит вас на другой план. Не быть слишком серьёзным. Вам нужно быть серьёзным и также игривым. Верно? Обе вещи, одна лишь игривость, слишком шаткая. Когда нет ничего серьёзного, и если мы лишь играем всё время, вы будете тратить время в пуштуру. И эту игривость вы даже не можете почувствовать. Вы даже не чувствуете. До тех пор, пока не будет некой серьёзности в жизни. До тех пор в игривости не будет смысла. Понимаете? Итак, когда вы серьёзны, вы накапливаете мудрость. А когда вы игривы, вы используете мудрость. Вы не можете только лишь использовать без накопления. Не так ли? Правильно? Это становится сложным для вас. В искусстве жизни быть серьёзным. Не так ли? И вы говорите, «О, почему так внезапно Гуру Дэв изменил тон голоса?» Он говорит так серьёзно. Он раньше никогда не говорил так серьёзно. Он говорит, «Бог любит веселье. Всё весело. И мы радуемся и веселимся всё время». Нет, сейчас проснитесь. Банный баланс следует привнести в жизнь. Понимаете? Поэтому мы начинаем каждое празднование с тишины. Многие из вас провели несколько дней в молчании. Или сегодня, или даже кто-то до сих пор в молчании. А кто-то собирается в молчании. Кто-то вышел из молчания, и мы празднуем. Празднование всегда было частью программ молчания. Не так ли? Серьёзность для игривости. Поняли? Вам следует быть серьёзным. Да? Такое странное утверждение. Легкомысленность — не игривость. Быть легкомысленным и растрачивать время — это не одно и то же. Не так ли? Представьте, что вы сидите на берегу реки, и 22-й год уже прошёл. Хорошие моменты и плохие моменты — все уже ушли. Так? Вы находитесь на устойчивом берегу, и сейчас пришёл другой, Новый год. Новый год уже пришёл. И всё. И всё. Те, кто никогда не задумывались, что когда-либо теряли время, они находятся в глубокой спячке, или же они просветлённые. Есть только два варианта. Либо вы просветлённые, и тогда осознаёте, что не теряете времени, или вы в глубокой спячке и невежестве, и вы не чувствуете, что теряете время. В противном случае, иначе это награда, которую вы даёте самому себе, осознавая, что вы теряете много времени. И чем чаще вы ощущаете, что вы потеряли много времени в 22-м году, тем большую награду вы сможете получить. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»